Жаловаться стали больше. Сегодня обмудсмен 33 региона подвел итоги 2016 года. За 12 месяцев работы Людмила Романова получила больше 3,5 тысяч обращений. Это в несколько раз превышает количество обращений, поступивших за 2015 год. Больше всего на ущемление своих прав жалуются владимирцы и жители Камешковского, Гусхрустального районов. Почти половина жалоб в области приходится на исполнение решений суда. Особенно это касается дел, где по решению судьи людям должны выделить временную жилплощадь. Но в этих случаях, говорит уполномоченный по правам человека, помочь почти невозможно. Причина в том, что в области плаченой ситуация с маневренным фондом. Мы в очередной раз рекомендуем органам местного самоуправления разработать и программы, и мероприятия по поиску такого маневренного жилья, по его приспособлению к нормальным условиям. То есть, даже в некоторых муниципалитетах нет регламента по выделению маневренного жилья. А вот другая проблема области в прошлом году решилась окончательно. Уполномоченный по правам человека не получил ни одной жалобы по задержке зарплаты на предприятиях. Зато больше стало жалоб на финансовые махинации. К омбудсмену обратилось несколько пострадавших от действий салонов красоты. Женщинам навязывали кредиты под баснословные проценты. Подписывать бумаги нужно было прямо в косметической компании, а не в банке. Правозащитник усмотрел в этом нарушение закона. Всю информацию передали органы внутренних дел. Еще одна острая тема – строительство битумного завода. Сейчас омбудсмен внимательно изучает этот вопрос вместе с прокуратурой. Меня как уполномоченного беспокоит момент вранья, наверное, на самом первом этапе, когда только началась эта проблема, когда вдруг данному земельному участку был присвоен самый высокий класс опасности, при том, что не было разрешения на строительство. Пока жители вот таким образом цивилизованно вели диалог, строительство завода продолжалось.